Петр Георгиевич, я попросу вас встретиться сегодня с депутатом Народного Собрания комиссии, которая посредством массовой информации, и обсудите вопрос, и заодно и доложите мне, пожалуйста, к исходу дня сегодня. Что я читаю в прессе, что Перона отстранили от обязанности директора телевидения? Дело в том, что там есть ИСТ в суд и в рамках рассмотрения ИСТ, мы приостановили решение Назидательного Совета до внесения решения. А решение вынесли через месяц-полтора. Значит, я наблюдаю картину. Мы имеем телевидение. Налогоплательщик платит за это телевидение. Но мы не имеем ГГУСКОЕ телевидение. Мы имеем телевидение ОПГ ДПН, где кричат «Слава Гудобла» и «Слава Демпартии». А нам надо «Слава ГГУСКОЕ народу», его культуре, традициям, обычаям, быту, проблемам, которые есть в нашем обществе. Вскрывать это, консолидировать общество. Мы видим шире политическое телевидение. Но давайте мы это прекратим. Златова. Пять дней максимум совместно с депутатами разработать законопроект, отвечающий интересам ГГУСКОЕ автономии, интересам государственности Республики Молдова. Телевидение не должно быть политическим инструментом. Уже все медийные каналы в Молдове уже куплены, перекуплены. Уже одну и ту же информацию дают. Невозможно телевидение смотреть. Просто насилуют население. Понимаете? Давайте подготовьте. Если надо этот старый закон отменить, значит я буду уходить с инициативы народного собрания. Пусть депутат народного собрания посмотрит. Но это безобразие надо прекращать. Сегодня через судебные органы просто насилуют нас. Понимаете, да? Любые решения, которые им нужны, противозаконные, выносят только с оглядкой на партийный интерес в РПД ДПМ. Надоело. Надоело. У нас должно быть ГГУСКОЕ переведение. Там должна быть ГГУСКОЕ речь. А не сестра хвалить брата. Пять дней срок. В пятницу здесь рассмотрение должно быть этого законопроекта. Согласуйтесь с депутатским корпусом. Есть, это нет. Понимаете, это больше ответственность лежит на депутатах. Потому что наблюдательный совет, он не перед исполкомом отчитывается, он должен докладывать ГГУСКОЕ парламенту, как он работает. Значит, наблюдательный совет выбирает директора, а суд приостанавливает. И приостанавливает, пока выбор не закончится. Да мы это уже проходили много раз, мы это видели. Как судебная инстанция работает? Я удивляюсь, почему депутаты молчат. Почему они не встречаются с руководством МИСИ, ОБСЕ, Совета Европы. Где эти правозащитные организации? Где независимый центр журналистики? Где эти журналисты, которые включат о свободе слова в Кишиневе? Где они? Чего молчат? Это прямое вмешательство, партийное вмешательство.